МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раньше как определяли лучшего? Сходились два претендента и бились насмерть. Кто выживал, тот и лучший. Потом человечество решило слишком много крови и придумало премии. Но вот что удивительно, больше 50% телезрителей России и Украины знают только одну музыкальную премию – Грэмми. Почему так? Об этом поговорим. Дорогие друзья, вот мы входим с вами в завершающую фазу года. И как раз в ближайшие-то дни и будут все вокруг друг другу что-то раздавать. Различные журналы, телеканалы, крупные организации будут давать премии. И эта история будет преследовать вас до самого Нового года. Об этом мы сегодня говорим с нашими друзьями-экспертами. С нами Павел Шелько, генеральный продюсер украинской премии «Юна». С нами Игорь Кондратюк, продюсер-телеведущий. И с нами Вал из группы «Хард Киз». Одна из новых звезд на нашей украинско-российской сцене. И, друзья, вот вопрос какой. Скажите, вы давно уже варитесь в этой каше. Вот премии, они ведь раньше, знаете, как бы премии, они как Санта-Клаус. То есть ты когда только начинаешь смотреть их, участвовать в них, получать, ты в это веришь. Тебе это прямо праздник, сказка в душе. Чем старше ты становишься, тем меньше у тебя это воодушевление вызывает. Скажите, вот для вас премии по-прежнему актуальны или они вас больше раздражают? Или какое-то предвкушение все-таки праздничное есть? Здравствуйте. Ну, если можно, я скажу первым. Я телевизионщик в первую очередь. Как бы, и я могу судить, например, о том, приелась ли мне телевизионная украинская премия, да, Телетриумф называется. Вначале ты радуешься, потом ты думаешь, господи, а что, ну ерунда какая-то. Но когда проходит 10-15 лет, ты начинаешь понимать, что это уже твоя история. И тебе становится, ну, достаточно интересно. Так же, как вот, когда ты был маленьким и первый раз приходил на эту телепремию и думал, тебе вручат ее или не вручат. Я думаю, такая же история с Грэмми и со всеми другими делами. С золотым граммофоном, там, с юной когда-нибудь так будет. Вначале волнуешься, это интересно или неинтересно, а дальше ты понимаешь, что ты сделал некий исторический вклад в то, что, ну, участвуешь, по крайней мере, да. И теперь ты уже сам думаешь, смотришь, так, а вот там у Грэмми какого-то 72-го года, ну, кто там был? Ну, там солидные люди были, я их слушаю. Ну, примерно, да, такие ощущения, наверное, сейчас у МС-камера, которая смотрит свои статуэтки 90-х годов. А все-таки вот обилие, количество премий, оно вызывает какое-то воодушевление или раздражает? Ну, надо просто, Сергей, надо понимать, что, значит, имеется в виду обилие премий, потому что, ну, в мире их обилие, но, например, люди, которые занимаются музыкой, они понимают, что есть премий много, но есть там несколько, с которыми реально все считаются. То есть есть некие такие, да, есть Грэмми, которые никто под сомнение ставит, несмотря на то, что в последнее время сильно все стало темнокожее хихоповское, но на самом деле это просто показывает тренд того, что происходит сейчас в последние годы на рынке. То есть если еще вспомнить там, в последний раз я на Грэме был в 2000 году, вспомнить, когда там вручали, музыка была когда более разнообразна, сейчас все немножко... Но это, опять же, хорошая церемония всегда отражает то, что происходит на рынке. То есть это является неким зеркалом, и тоже можно задуматься, нужно ли что-то делать или нет. Есть много премий музыкальных в мире, которые созданы, собственно, для поддержки бренда какого-либо, будь это название радиостанции стоит в бренде, будь это название телевизионное, я сейчас не буду называть им какие-то конкретно, но они в сути своей для чего основаны? Для того, чтобы продолжать раскручивать бренда. Это некий маркетинговый инструмент для раскрутки бренда. Поэтому в данном случае говорят, Потап, приедешь, мы тебе даем премию. Не приедешь, даем друг другу. Дадим друг другу, кто приедет. Кто приедет, да. То есть это, ну, я не хочу это сильно осуждать, потому что, ну, канал там с названием XTV, с любым названием имеет право, как бы, делать себе какой-то пиар-маркетинг. Ну, они так решили, их право. Поэтому, например, когда мы создавали наше премию, у нас... Поэтому мы и специально ни с каким каналом ни с чем не завязаны, как абсолютно индепендент организация. Поэтому для нас там больше, для меня больше мерило это Грэмми, которая на самом деле, собственно, цель Грэмми это поддерживать музыкальную индустрию и ее развивать всячески на нее влиять. Вот это очень важный момент, дорогие друзья. Мы сейчас и в процессе всей программы будем давать вам некую систему координат. Понимаете, вот, чтобы премия вызывала доверие и была авторитетной, Павел верно сказал, она должна быть в первую очередь независимая. Потому что вот сейчас, там, готовясь к программе, я посмотрел новостную ленту, и вот уже середина ноября, и там журнал «Гламур» дал тому-то, тому-то, журнал там такой-то дал тому-то, тому-то. Тут лица, там «Женщина года», там кто-то еще. Дорогие друзья, это все, Павел совершенно верно сказал, раскрутка бренда. Вау, ну а ты-то как музыкант, ты радуешься? Вот, например, какой-нибудь журнал мелкий делает премию, ты пойдешь туда? Если они тебе позволят, скажут, мы тебе вручим, как, не знаю, как прорыв года, или как самый красивый, самая красивая борода года. Ну, я, мое мнение, я считаю, что музыка, да, политика, и вот то, что там дают Грэмми, это все, конечно, разные вещи. Почему? Потому что там, ну, дав, например, нам Грэмми, там, либо кому угодно, музыкально ты не становишься, интереснее ты тоже не становишься для публики. Поэтому, я не знаю, вот здесь такой вопрос, пойдем ли мы там, если нам приглашают, но все зависит, конечно, от мероприятия, либо там что-то за Грэмми будет. Скорее всего, скорее всего, нет. Ну, вот с точки зрения молодых артистов, ведь вы же молоды, но при этом, дорогие друзья, да, группа Hard Kiss, она, собственно, чем цена, лично мне она очень нравится тем, что она очень независимая, она отказывает всем продюсерам, которые на нее претендуют, там, отказывает каким-то телеканалам, да, если вдруг там райдер не соответствует технически. Нам сегодня отказали, отказались петь, сказали, а вы вот бэклайн не можете выставить, как у группы Мьюз, мы петь не будем. Вот, то есть вы как бы вот на этом этапе, даже на этапе начала вашей карьеры, вы готовы отсекать вот все вот это вот второстепенное вручательство? Первоначально, нет, нет, просто мы первоначально планируем, как-то не планируем, мы себя позиционируем как музыкантов, правильно? И поэтому для нас первоначально музыка – это самое главное. И гремми там, да, ну, даются на самом деле, это больше, как говорится, ну, вкусовщина в чем-то связана, да, примерно. Вот, но если говорить про большие там гремми, да, то это связано с политикой, что-то как-никак, как ни крути. А, ты гремми сейчас, я просто не очень понял, ты гремми сейчас называешь все премии, да? То есть эти гремми вкусовщина, а эти гремми... Дорогие друзья, не путайте, да, Вау имел в виду под гремми все премии, просто гремми – это одна конкретная премия, а их еще много разных. Ну, вот в этом году, извините, в этом году, пусть есть победительница, заняла там два места вот именно в гремми, да, там ведь было EMI или MTV, типа какие-то Music Awards в плане... Это не гремми, это EMI. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. EMI – это... Разочаруете ли это другая премия? Да, но там победила какая-то вокалистка, которая абсолютно новая, вот, точнее, новая, новая, новая. Она заняла два места, две позиции. Вопрос, с чем это связано, да? Тебе, кажется, несправедливо. Мне кажется, несправедливо это вообще. Давайте мы сейчас об этом поговорим, точнее, мы прервемся на выпуск новостей наших традиционных, и после новостей как раз мы поговорим о критериях оценки и о том, почему даются различные премии, и от этого зависит их авторитет. Но сейчас новости, наши чартеры на связи. Так-так, Шелько – медаль за предпринимательскую отвагу, Кондратюк – золотая сеть за ловлю тренда, Хардкис – пальма за независимость. Ну, а четверухину что дадим? Господину продюсеру тоже надо что-то дать. Знаешь, когда надо что-то дать, а дать-то нечего, дают приз зрительских симпатий. Так всегда было. Значит, наши улыбки, ладоши и мою бабочку. Здравствуйте, дорогие лауреаты, и вы, заинтригованные зрители, которым мы вручим гигабайты ценнейшей информации. И начнем делать это немедленно в нашем чарте музыкальных новостей уходящей недели. Мадонна снималась с топлис в рекламе собственных духов. Сьюзан Бойл, помните, какую бабушку, потребовала, чтобы в фильме по ее биографии сыграл Джордж Клуни. Чулпан Хаматова снялась в клипе на песню «Где мы летим?» группы ДДТ. И это только присказкам. Сказку слушайте дальше. Пятое место нашего новостного топ-5 электронно-благотворительное. Голландский диск «Жокей Тиеста» выпустит благотворительный альбом, выручка от продажи которого пойдет в фонду по борьбе со спидом. Одним из основателей фонда является лидер группы Ютуб Боно. В ходе записи альбома Тиеста поработал и самим Боно. Они вместе перезаписали классическую песню Ютуб Райт. Напомним, что в августе журнал Forbes объявил Тиеста самым высокооплачиваемым диджеем мира. За год он смог заработать аж 22 миллиона долларов. Переходим к четвертой строчке. И снова съемки камера мотора. Актриса Вайнона Райдер снялась в новом клипе группы «The Killers», режиссером которой стал Тим Бартон. Съемки прошли в английском курортном городе Блэкпул. Кого сыграет Райдер, неизвестно. Тим Бартон ранее уже снял для «The Killers» клип на песню «Bones» с их второго альбома «Sam's Town». Райдер неоднократно работала с Бартоном. Снималась в фильмах «Beatle Juice» и «Эдвард. Руки-ножницы». Сбираемся выше. Ну вот и пал последний бастион. Даже динозавры учатся пользоваться гаджетами и вливаются в современную реальность. Вся дискография австралийской группы «ACDC» наконец-то поступила в продажу в онлайн-магазине iTunes. Участники «ACDC» довольно давно выступали против дистрибьюции музыки через интернет. Гитарист группы «Angус Янг» отметил, что некоторые интернет-пользователи будут скачивать не альбом целиком, а по две-три песни с каждого из дисков. «Нам не кажется, что так слушатели смогут составить представление о нашей музыке», говорил Янг. ACDC и iTunes – третья строчка нашего чарта музыкальных новостей недели. А на второй тоже легенды рока. Rolling Stones после 50 лет совместной деятельности живее всех живых. И представили публике свой первый видеоклип за 7 лет на новую песню «Дум энд Глум». Главной героиней клипа стала модная актриса Нуми Рамос. Видео она крушит все вокруг битой. Отстреливает зомби, управляет самолетом, купается в деньгах и мусоре, объедается бургерами и даже поет вместо Мика Джаггера. Зарубежные музыкальные СМИ уже назвали этот клип апокалиптическим. Ну и первое место среди музыкальных новостей недели достается, конечно же, событию, которое мы не имеем права игнорировать, потому что оно, во-первых, значимое, во-вторых, имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме. А ну, давай, давай. Джастин Бибер снова получил премию. И не какую-то мне будь, а American Music Awards в самой престижной категории «Артист года». Кроме того, 18-летний канадец взял еще одну награду как лучший исполнитель поп и рок-музыки морского пола. На церемонию, проходившей в Лос-Анджелесе в воскресенье 18 ноября, лучшей начинающей артисткой объявили соотечественную Бибера Карли Рэй Джепсон. Лучшим исполнителем хим-хопа – Ашер и Ники Минаж. А лучшим исполнителем альтернативной музыки признали группу Линкен Парк. Обладателем награду в категории электронной танцевальной музыки, которая присуждалась впервые, стал Дэвид Гетта. Таковы были главные музыкальные новости прошедшей недели. Продолжаем вместе творить историю в настоящем. Студия. Спасибо, чартеры. Итак, да, главная новость недели – вручение American Awards. И вот как раз на примере этой премии я хотел бы разобрать с вами буквально скелет организации именно оценки, то есть именно номинантов и лауреатов премии. Вот как раз American Awards, о которой мы говорили, там, кстати, журнал Billboard, который имеет свою церемонию в штатах, Billboard Awards, он абсолютно без всякой ревности отметил American Awards на своих порталах и отметил там пять самых крутых перформансов, то есть представлений, вот таких вот номеров. Я предлагаю сейчас их глянуть в порядке убывания с пятого по первое место и, может быть, слегка прокомментировать. Давайте, на пятом месте там Кеша, по-моему, Дай Янг. Да, вот такая вот история. Видите, все очень постановочно, то есть каждый номер там делается как клип. Я думаю, что артистов заманивает в том числе и я, потому что это же потом будет некий канон до следующей церемонии. Ребята, сейчас мы уже давно, уже лет десять иначе на церемониях, ну не может быть, это и есть, конечно. Да возьмите, что церемония, возьмите просто Евровидение. Они поставили в дюйм под каждый номер на Евровидении, это реальный клип, который вымеривают. Знаете, сколько его ставят, да, на том же Евровидении, со всеми работа по камерам, потом отсмотров, интервьюинг-рум, где просматривают, чтобы тебя лучше, выгоднее показали. Каждое выступление является неким клипом. Ну, это нормально, это дань. Они бы сами не ходили на церемонии, было бы неинтересно. Мне бы, так, а ну-ка интересно, что там Леди Гага нам делает. Так, а на четвертом кто у нас там есть? Света Лобода, смотри, на барабанах, да? Света Лобода на барабанах или там, да, Руслана, ну, как бы те же тренды, которые были в 2005 году. Так, это вот The Wanted. Вот такой сладкий Боисбэн. И смотрите, насколько отличается все, с декорацией полностью, свет. Такое ощущение, что будто ты смотришь на другую сцену, а это все там же происходит. Ну, это уже давний очень тренд его. На самом деле, знаете, что самое интересное? Что вот очень многие вещи по поводу шоу зародились на Евровидении. Вот как бы это ни звучало, потому что вот я помню еще Грэмми 2000 года, да? Сцена была милой, красивой, но не было там сногсшибательности какой-то. Состояла из трех блоков, милая, симпатичная. Отработали один блок, а второй, третий. Вот с появлением экранных технологий, которые реально впервые мощно появились на Евровидении 2004 года в Стамбуле, потом усилились в 2005 году в Киеве, а потом самые мощные были в 2007 в Хельсинге, когда был вот этот мелкозернистый выстроен экран, где каждый раз сцена становилась совершенно другой за счет не реквизита, а за счет сценографии, в постановке, ну, за счет света, за счет диодов. И сейчас это все пошло, вообще сейчас какое-то шоу, ну, вот Игорь судит «Х-фактор». Ты можешь себе представить «Х-фактор» без вот этих всех светодиодов? Третье место. Тейлор Свифт. Это Тейлор Свифт. Это что на экране? Любимица Америки. Конечно, где фактически чуть-чуть атрибутов, а остальное все экран. Нет, смотрите, вся сценография как в клипе. То есть такое ощущение, будто мы смотрим клип. Каждый раз снова клип, но это все происходит на одной сцене. Это и для зрителей там, и по телевидению. Ну, представьте себе, она бы просто пела. Для этого есть другие шоу. Для этого есть шоу, есть, ну, условно говоря, есть шоу, там, не буду сильно хвастаться, но там трибюты, которые организовывали, там, «Анфлактус», где главный акцент идет только на музыку. Но это другое, на церемонии это никогда не будет. Можно один номер акустический сделать в церемонии из 12? Павел, чувствую, что вы согласны со мной, что церемонии превращаются в шоу. Это обязательно, это бомбическое шоу. Без этого невозможно. Когда ты вот это смотришь, у тебя же вообще в голове не возникает, победила она, не победила, уже не важно. Нет, одно другое все равно не исключает. Все равно это важно. Это вот именно идет динамика вот в построении шоу, церемонии, идет между ярким номером и потом номинацией, кто это будет вручать, и эмоции тех людей, которые получают. А потом давайте не забудем спросить у Паши, как генерального продюсера Юны, какие постановки у нас есть. Обязательно, обязательно. Мы об этом поговорим, еще второе место нам покажут. Ну, еще там кое-что под секретом. Так, Pink Try вот у нас на втором месте. Перформанс. Вот Pink в интернете была, он у нее очевидно промо лучше всего работает, потому что у нее тоже спали в интернете. Она сделала так лаконично очень. Они очень похожи на Комадонну. Она на акробатике сделала. Чем-то напоминает, да, как раз в Киеве по Готье, а акробатика из Комадонны. Да, Комадонна, которая приезжала недавно в Киев. Должен сказать, что установщики X-Factor тоже огневного отдела отлично. И у них не живое было. То есть мы уже к трендам-то приближаемся. Ну, нет, у нас же форматная передача, то есть как бы ноу-хау. Причем, заметьте, вот такой лаконичный номер, да, где всего два человека, эксперты поставили на второе место гораздо выше, много постановочных композиций. Эмоции, ребят, эмоции. Вы помните еще одну вещь. Вот что такое, ну, я просто в данном случае сейчас говорю, как генеральный продюсер там и с точки зрения сценария, да, то есть там, посмотрев множество шоу, побывав на Греме, переобщавшись с экспертами и все понимаешь, что не может быть в одном шоу все вот только такие номера, или все только акустические, или все вот номер, который видели. Вот именно за счет того, что есть разное, потому что если подряд все пойдут в эмоциональные номера, не хватит эмоций. Понятно. Поэтому иногда нужно просто мощный дэнс, постановка. Кстати, вот, а, кстати, вот это вот еще номер, это яркое подтверждение, что постановщик сделал свою версию этой песни, потому что я бы никогда в жизни не поставил такой номер на эту песню, который сейчас хит и везде крутится. Очень важное индивидуальное начало. Абсолютно. Все, конечно, только оно всегда, поэтому должны быть правильные люди. Но самое главное, когда ты сводишь все вкупу, понимать, что у тебя есть максимально все разнообразное, что получится шоу, и оно полностью и не затмит церемониальный эффект. Второе место перформансов в American Awards – это эмоция, да? А первое место – это вы не поверите, это ностальгия. Это нынешний, вообще рвущий всех повсеместно Сай со своим гэнгом стайл. И посмотрите, с кем он вступил в союз. С товарищем Вал, ты не помнишь, конечно, а мы-то все помним, это наше детство. Узнали? Ну, конечно. Он уж сейчас, сейчас, первая, по-моему, Мадонна это сделала. Значит, что сделала Мадонна? Она первая позвала его. Ну, Мадонна в этом отношении, конечно, умелится за счет молодой крови держаться всегда на виду. Она всегда найдет молодого, еще такой дядюшка Элтон Джун, который всегда, то там Бэкстрит Бойс, потом Блю, потом еще, он всегда за счет молодых. И молодец, это правильный подход. У него критерий выбора. Чтобы, ну, другой выбор, но он, да, с популярностью тоже. В России Пугачева любила молодых мужчин и кровь, да. Это связано с популярностью и с популярностью, скажем так, у Мадонна. Да что сделала Мадонна? Она с Саем сделала номер точно так же, вот здесь вот мы видим, смиксованы две песни. Как нам ставила песня, одна из, один из хитов МС-Хамера, не помню. Не контактность? Не-не, это Суза, забыл название. Но это тоже качает, потому что здесь массово сидит. Что, а Мадонна первая сделала, она на своем концерте, который, по-моему, был в Лондоне, или, не, в Мадиснс Войгарден, в Нью-Йорке. Она позвала его, и она сделала Гиви Цуми, знаете, песню. Она вот точно так же сделала вот такой вот Мэш-Ап, это сейчас называется модным словом Мэш-Ап, для тех, кто не знает, типа, соединение. Соединение, смесь. Мэш-мэш-пэцейтус, это еще пюре, да, то есть когда как бы толкут там две песни вместе, Мэш-Ап. Вот она первая сделала с Гиви Цуми, и вот сейчас, это тоже пошел новый тренд, потому что эту песню уже настолько все знают, и за счет ритма, она, ритм похож, наложится на все. Павел, вы подавляете нас в своей эрудиции. А потому что, понимаешь, он говорит, а помните еще на 2014-м году, да, Евровидение, вот так впервые экраны. А я еще в школу ходил. Дорогие друзья, давайте посмотрим сюжет про премии, после него вернемся к нашему горячему обсуждению. Чартер, вам слово. Что может быть приятней для артиста? Признание миллионов людей во всем мире. Только материальное подтверждение его признания. И речь идет не только о деньгах, а о таких желанных и престижных статуэтках. А где их взять? Это мы сейчас вам и расскажем. Каждый из нас любит получать награды за победу, за участие, за свой талант и умения, за что угодно. Но что делать, если ты не спортсмен, например, а музыкант? А где отметить все достижения? И тут любой ответ – премия. Всевозможных премий, премиек и премиечек на сегодняшний день развелось по всему миру несчетное количество. Каждая страна пытается хоть как-то поощрить своих артистов. Это мы про тех, кто не пробивается на престижные всемирные тусовки. Международные, национальные, региональные, за заслуги в разных стилях музыки и даже для людей определенного пола. Возраста и вероисповедания. Если говорить об украинских премиях, то тут на ум приходят только два названия. Это «Юна» и «Золота жар-птытья». И если с первой еще пока ничего не ясно, так как дебютная церемония состоялась только в этом году, то с «Золотыми перьями», которые, кстати, вручались не без помощи М1, все понятно уже лет 7к. В чем каверза и проблематичность создания таких премий местного разлива, догадываются, наверное, все. Потому что нет настоящих премий. Потому что каждый новый персонаж, который приходит в шоу-бизнес, хочет сделать себе свою премию. Вместо того, чтобы отработать в этом шоу-бизнесе 20 лет и потом ее делать. Поэтому каждый себе рассматривает премию как рычаг влияния на шоу-бизнес, а не как реальное отображение дел. Если посмотреть на все эти премии, на которых я присутствовал, то это одни и те же люди выходят друг к другу. Такое впечатление, что у нас музыки, кроме как дешевые попсы, нет просто. Потому что ее некому давать. Все они признаны чествовать таланты, поддерживать музыку и культуру, ну и, конечно же, устраивать яркие шоу. Кстати, о зрелище. Церемония вручения всяческих безделушек зачастую пользуется огромным спросом у народа-населения. Так сразу и не разберешься, для чего, собственно, была создана премия. Для музыкантов или для их поклонников, или же для самих основателей. Грэмми! И дальше, думаю, не стоит перечислять. Вот он, музыкальный Оскар. Цель каждого второго или даже просто каждого музыканта, кем бы ты ни являлся, какую бы ты музыку ни играл, признание от Грэмми и маленький золотой граммофончик стоит многого. У кого-то их больше, у кого-то меньше, но даже сама номинация на эту премию дает некоторые предпосылки для задирания носа и закрепляет определенный статус. Грэмми – самая крутая премия, естественно. То есть, может быть, это чуть ли не единственная премия музыкальная о музыке. То есть, настоящая, без подвоха, без какой-то общины людей, которые выдают тем или другим премию. То есть, все конкретно понятно. Сколько дисков продал, вот такой ты молодец. Поэтому всем желаю именно Грэмми. Все люди, которые получили Грэмми, они даже не поддаются каким-то описанию, да, человеческими критериями какими-то. Вот что мы можем сказать про Сила, например, или про Витни Хьюстон. Да это боги просто. Также стоит отметить и главных конкурентов Грэмми – American Music Awards и Breed Awards. Это, пожалуй, самые известные и самые престижные местные премии. Но согласитесь, какое толк о звании лучшего артиста Гондураса, например, в свою очередь, Америка и Британия – страны тотального шоу-бизнеса, которые дали неисчислимое количество звезд мировой величины, пионеров различных жанров, икон и легенд. А сколько еще будет? Ой, сколько еще будет? А как обстоят дела с нашими звездами? Как-как? Да никак. За свою историю вышеперечисленных премий никто из исполнителей постсоветского пространства не добился, к сожалению, значимых результатов. Отечественный шоу-бизнес остается довольно-таки закрытым для остального мира. И если в спорте есть международные соревнования, олимпиады, то в шоу-бизнесе все гораздо сложнее. Но не все так туманно и облачно на нашем музыкальном горизонте. Тучи разгонит руками всесильный интернет. Да-да, он самый. Если кто-то не верит, пусть посмотрит на корейскую бомбу. Ну, вы помните, да? Танцующую сенсацию Сая. Этот человек за пару дней из никому неизвестного корейского певца превратился, ну, вы знаете, в сенсация, бомба, вау. Да-да-да, интернет может поменять все и для наших исполнителей. Все, что нужно, отличная песня, смешной танчик и эпатаж, эпатаж и еще раз эпатаж. И вот он вопрос, зачем нужны все эти премии? Нам кажется, выводы вы можете сделать, а может, давно уже сделали и сами. Как насчет вас, студия? Прием! Прием, прием! Спасибо чартерам и спасибо нашему горячему корреспонденту. Вал, ты как представитель новой, модной, но все же независимой сцены. Скажи, вот тебе важна независимость? Важна? Ну, мне очень важна независимость. И мы, на самом деле, мы сейчас пытаемся, как говорится, сделать что-то новое для Украины, да, в плане там музыкальной сферы. И многие нам говорили то, что, ну, мы сейчас делаем музыку на английском языке, конечно, многие нам говорили то, что это не пойдет, это никому не интересно, нужно только украинский, либо русский язык. И вот наша группа существует уже не так уж и долго, там год, ровно год. И сфу-сфу, все очень прям хорошо, очень хорошо. Вы в свою независимость ведь доказываете и подтверждаете качество. То есть у вас такое качество, которое невозможно игнорировать. И в этом плане вы можете быть независимыми. То есть качество, которое невозможно игнорировать. Я не совсем согласен, потому что вот есть, я вот проведу параллель. Качество, которое можно игнорировать? Нет, нет, есть просто очень качественное, но тут надо правильную струю попасть, в правильную нишу по музыке. Вот ребята поймали очень хорошую нишу, вот это вот чего-то молодежного, такого трендового, и вместе с тем это соединили с качеством. Но есть, например, у нас еще группа Гуаш, которая, я считаю, невероятно качественная. Которую очень любит один из руководителей. Вот хорошая песня. Слушай, согласись, реально фирма клево, качественная. Но оно вот, ну видно пока как-то вот, ну, или не в тренде, или не в тренде. Павел рассуждает, да, если говорим и про английский язык. Смотри, оно очень качественное, очень классное музыка. Я просто очень люблю Ваню Розина, мы с ним дружим общаемся. Просто лично у нас была такая ситуация, и мы с ним пытались сделать небольшой, честно скажу, какой-то страны маркетинг. Мы сделали первый клип, он был черно-белый, мы показали людям, всем понравилось, мы все говорят, что-то здесь не хватает того. Мы сделали второй клип, уже добавили цвет. У вас что-то есть у вас, да, но чего-то вам еще не хватает. Допустим, некая премия образуется в Украине, допустим, это премия Юна Павел. Ей уже второй год. Допустим, да, и эта премия говорит вам, окей, мы хотим вас пригласить, ну вот, у нас телевизионное шоу, у нас рейтинги, вы должны сделать то-то, то-то, вот тут так-то встать, вот тут режиссер вам все поставит. Скажи, ты как независимый артист прогнешься, если тебе намекнуть, что ты попадешь в номинацию, и ты сможешь что-то получить. Уважение, да, там людям, когда-то что-то делают, организовывают, там, как шоу, как премии, и если я понимаю, то, что это конфликтирует с тематикой, там, с идеей, и как группа хочет себя позиционировать на рынке, то, скорее всего, мы откажемся. Ну, это... Я считаю, что это неправильно, я тебе скажу, почему. Ну, вот собрались люди, которые решили сделать премию, там, в юно-данской ситуации. Эти люди собрались, ну, нужно подумать, зачем они это сделали. Они хотят сделать некое событие музыкальное, первое, ну, бизнесовое, мы поняли, да, индустриальное, но там кто-то главный герой, те, кто поют, те, кто играют. И, как бы, если вы им приглянулись, то я бы, ну, по крайней мере, с первого раза, ну, не отвергал бы, да, это если ты придешь на эту церемонию, и ты поймешь, что, на самом деле, все пластмассовое, и все нечестно, да, и что конверты замусолены, и ты думаешь, что их уже три раза вскрывали, тогда ты об этом говоришь, пишешь, и говоришь, все, больше не приду. А так, на самом деле, это же для тебя тоже еще средство ознакомить публику со своим творчеством. А в чем смысл тогда творить, чтобы тебя не знали? Ты же в ротациях есть, ты клипы снимаешь? Да. Вот тебе люди, которые тебя реально заценили по-честному, потому что я вот... Нет, я полагаю, не ведись. Вопрос был другой. Я в юности так девушек соблазнял. Давай один раз попробуем, а там, если тебе не понравится, то больше не будет. Нет, 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 просто, ну, вдруг человеку это будет прийти. Нет, вопрос был больше такой, я понимаю, потому что готовы ли бы мы прогнуться, правильно, вот именно в этом случае, да, в чем прогиб должен быть? В чем прогиб должен быть? Там, да, там, политику, там, да, всего, либо мы считаем, что как-то это негативно может быть? Ну, говорят, например, перекрасьте вокалистку, или, а пусть вот мальчик встанет вот так вот. Есть такие премии, которые заставляют артиста поменять сушку? Я думаю, мы уже пошли в некий экстрим такой чуть-чуть, потому что, ну, в данном случае, если мы говорим про конкретную, то мы тут, как бы, варианта, там, типа, за номинацию вообще ничего не делается, потому что здесь у нас, у нас главное послание по поводу системы голосования звучит следующим образом. У нас решают все эксперты. Эксперты, я понимаю, сильно замусоленное слово, но мы нашли ему очень хорошее определение. Это люди, которые профессионально используют музыку, но ее не создают. Авторитеты. Тем самым мы откинули звуковых продюсеров, то есть люди, которые не представляют, артистов всех самих, потому что сильно много личных предпочтений. Все-таки люди, которые сидят на музыкальных каналах, на радиостанциях, пишут о музыке и так далее, они являются потребителями, но опытными, которые это и доносят до всех масс. Через них, через радищиков, через вас, через канал, через вас, через журнал, доходит музыка до масс. Павел, мы по проюну сейчас отдельно поговорим. У меня вот короткий вопрос, если можно, коротко на него ответьте. Представьте, что все вы артисты, не только вам, но и Игорь, и Павел. Вот скажите, в Украине, допустим, некое количество премий, и все премии предлагают вам. Придите к нам, вы будете в номинации, придите выступите, придите поучаствуйте. Скажите, по какому критерию вы отбирали бы премию, на которую вы пойдете, а на какую не пойдете? Вот критерия. Мне проще ответить, потому что я не музыкант. Смотрите, если премия музыкальна, а я как музыкант туда попадаю, на мой взгляд, я бы ходил на эти премии. Я приведу, то есть подтверждаю свои слова в следующем. У нас есть две телевизионные премии. Я на обе хожу, потому что я уважаю обе организационные структуры, которые это делают. И я считаю, что если, ну, это бизнес наш, как в него не ходить? Я не понимаю. И главное, что тут у меня обратное. Вот если бы я пошел, и я понял, что все это ерунда, я бы больше не пошел. А так, ну, почему? Если бы меня как певца позвали и сказали, ты в номинации, я не знаю, как, кстати, оповещает Йона, просто я не в курсе, номинантов. Ну, как не прийти? Вот мы сейчас как раз о премиях в Украине, мы сейчас поговорим, но вначале посмотрим наш американский чарт Билборд. Чартеры вам слово. Дорогие друзья, сегодня мы представим вам самый необычный чарт из всех, который вы когда-либо видели в нашей программе. Я надеюсь, уже есть интрига? Отлично! Только ничему не удивляйтесь, и, как говорят счастливые, open your mind. Редакция журнала Билборд и креативная группа нашей программы в этот раз расставила по оранжеру основные музыкальные премии мира. Это был колоссальный труд. Из 40 тысяч официально зарегистрированных музыкальных премий на мировой карте мы выбрали основные по следующим критериям. Мировая телевизионная аудитория, суммарный доход от телетрансляций и коммерческих партнеров. И, как всегда, экстракт самых-самых топ-5 вашему вниманию. На пятом месте нашего чарта премий «Европейская малышка» от телеканала, который изначально рассчитывался на тинейджерскую аудиторию MTV Europe Music Awards. Год рождения 1994. Место проведения меняется ежегодно, но каждый раз это крупный европейский город. Едем дальше. В буквальном смысле по миру. На четвертой строчке чарта премий «Привет из родины Битлз» и панк-рока. Влиятельнейшая премия Великобритании, а поэтому и всех музыкальных колоний империи, Brit Awards, вручается с 1977 года. Основана Британской ассоциацией производителей фонограммы, то есть материальный фонд премий «Касса», в которую скидываются все более-менее заметные рекордлейбы Британии. Ну и третье место среди заветных мировых церемоний особенно. Тут мы. Да-да, вы не ослышались. Billboard Music Awards. Старейший музыкальный журнал в мире вручает свою премию с незапамятных времен. Правда, не всегда она называлась премией и не всегда сопровождалась пафосной церемонией. Среди церемоний Billboard Awards по традиции проходит в Лас-Вегасе, и город крупно вкладывается в премию, подавая хороший пример другим городам. Вторая позиция в нашем чарте мировых премий – национальное достояние США. American Music Awards. С 1974 года вручают эту премию за музыкальные достижения. Симбиоз объективности продаж носителей и субъективности народного голосования. Конечно же, ни в одной другой премии мира нет такого количества номинаций по музыке кантри. Вы могли в этом убедиться в прошедшее воскресенье. Канал M1, кстати, транслировал 40-ю церемонию American Music Awards. Ну и вот она, королева премий, музыкальный Оскар, как говорят они, доброжелатели. Конечно, дамы и господа, перед вами Грэмми. Грэмми существует с 1958 года. Приз – маленький золотой граммофон. Ну-ка догадайтесь с одного раза, кто сля взял эту фишку. До недавнего времени Грэмми присуждалось ежегодно, вдумайтесь, в 108 категориях по 30 музыкальным жанрам. Именно так выглядит пятерка главных мировых музыкальных премий по количеству телеаудитории и размерам спонсорских пакетов. А вот об их качестве предоставим право судить экспертам. Спасибо, чартеры. Итак, видно, что Грэмми вне конкуренции. Конечно, Грэмми – это премия номер один с большим отрывом. Она идет в мире, несмотря на то, что в мире, как я говорил в самом начале, аж зарегистрированных только 40 тысяч музыкальных премий. Ну, давайте поговорим о наших делах. Украина. В Украине же с музыкальными премиями беда. То есть непонятно, кто должен их давать, по каким критериям, кому понятно, артистов много. Но кто установит этот механизм? И вот Павел сейчас, по-моему, занимается очень важным делом с премией Юна. Ну, смотрите, мы пошли, я же говорю, что мы пошли по абсолютно независимому механизму для того, чтобы быть... У нас просто сложно у нас в стране с тем, что за счет выборов, за счет много всего другого, у нас не верят в то, что что-то может быть честно в стране. Но даже когда мы делали первый раз премию, никто не верил, что я, как генеральный продюсер, на церемонии я не знаю, кто выиграл. То есть знал реально вот только два человека из Делойда, которые пришли из конверта. Скажите, если у вас национальная премия, помогает ли вам государство? Нет? А зачем? Нет, ну... Это частная. Подожди, а как она, кстати, называется? Она называется опциональная, но... Музычная пей. Нет, у нас даже не упоминается, частная, не частная. И, кстати, о доверии, то, что Паша сказал. Паша, это вот... это мы сейчас так говорим. Я не думаю, что когда появилась премия Грэмми, американский пипл, который знал, он как-то доверял, что, боже, да я знаю, там Дон Кинг собрался и дал свои. Ну что же, я не знаю этого. Я это знаю. Ну да, но знаете, как за... Так всегда бывает. А когда будет юни 30 лет, они скажут, не, ну слушайте, ну это же... Ну да, ну да. Ну даже за 20 лет... Репутацию надо на... Да, за 20 лет. Первая церемония у нас была лучшая за 20 лет. Собственно, оттуда и появилась идея, что вот 20 лет независимости Украины, вот мы делали голосование лучше за 20 лет. А, Павел, а церемонию вы где будете проводить? То есть какая площадка? Ну, дворец Украина там же. Но у нас, к сожалению, не так много в Украине площадок уровневых. Но вы будете делать ее вот подобной мировым церемониям? То есть делать упор, делать суперрежиссуру, постановочные номера, вот то, о чем вы говорили. Ну, конечно, ну если вы не видели нашу прошлую, там, конечно, у нас нету такого бешеного размаха сцены, она просто меньше. Но с точки зрения картинки, все, некоторые номера смотрятся... Постановки есть, да? Постановки, да? Постановки, да. Постановки, да. Поговорили об Украине. Сейчас давайте немножко обернемся в сторону России, братского соседа. У нас в скайпе Андрей Сычев из России, режиссер-постановщик самых главных российских премий, «Золотой граммофон», «РУ-ТВ». Андрей, привет! Ну, что хочется сказать о премиях в контексте России. У меня ощущение, что, по большому счету, люди уже давно нажрались всякими премиями, и у них есть момент некоторого отторжения от всяческих пафосных церемоний, которыми их кормили до сегодняшнего дня. И в данном случае, в связи с последними событиями в жизни, в общественной и в политической, люди хотят видеть персонажей, которые идут от жизни, и которые достаточно реалистичны. Мне кажется, уже с меньшим энтузиазмом люди воспринимают напыщенных и знаменитых, и достаточно благополучных людей, которые мелькали в кадре, и хотят видеть людей, которые были бы интересны, может быть, даже на уровне где-то интереса в области фриков, но, тем не менее, несущих заряд некоторые позитивные жизненные энергии, коими его, в общем-то, является та публика, которая смотрит эти церемонии. Поэтому, я думаю, что здесь некоторые изменения идут зрительского интереса, и приходится это учитывать. И то, что касается премий, которыми я, например, занимаюсь, не знаю, там «Золотой граммофон», «РУ-ТВ», «Двадцать лучших песен» на Первом канале, мы стараемся добавлять туда персонажей, которые являются героями интернет-пространства. Персонажи, которые не особо готовы ко всяким церемониям, которые интересны, которые достаточно свободны в общении, которые могут сказать что-то не очень лицеприятное. Персонажи, которые, на самом деле, интересуют ту публику, которая может что-то смотреть. Спасибо, это был Андрей Сычев, режиссер-постановщик из Москвы, с Первого канала. Мы сейчас посмотрим наш главный чарт украинский, после этого вернемся. Чартеры, что вы скажете? А вот и здоровый повод для укрепления нашего патриотизма. Украинский видеочарт, который, как всегда, составлен по количеству ротаций клипов в национальном телеэфире. Прошедшая неделя была ничем не похожа на вулкан Крокотау в том смысле, что потрясений и резких толчков не наблюдалось. Однако появилось несколько приятных новых работ, которые на прошедшей неделе пока лишь дышат в затылок участникам первой пятерки. Хочется отметить Эммон Дэмс и Джамалу с удачными новыми клипами и надеемся скоро увидеть их в первой пятерке. А пока Ukrainian Hot 5 выглядят следующим образом. Пятое место упорно не желает никому уступать исполнитель Тимур. Тот самый Тимур, который стилистикой своего клипа «Я верю в твою любовь» будто намекает на особое духовное родство с известным голливудским режиссером Робертом Родригесом. В общем, кто видел, тот понимает, о чем речь. На этой неделе в украинском чарте случилось сразу два любопытных камбэка. Видео, которые пару месяцев назад числились в лидерах, а затем сошли, чтобы уступить место амбициозным новинкам, вдруг снова оказались на вершине. Четвертая строчка. Пинг с клипом «Трай» как раз из этой серии. Что это? Случайный спресс-гормонов у пинкоманов или новая зимняя тенденция пересматривать клипы, которые ты любил, когда было тепло? Время покажет. А вы, дорогие зрители, пока можете поиграть в аналитиков рынка и сделать свои прогнозы. Мы идем дальше. Третье место украинского видеочарта «Билборд» снова, как и на прошлой неделе, делят, да, уже не два, а целых три артиста. Правда, два из них участвуют в одной композиции. Вы запутались? Сейчас я вам помогу. Дуэт Ромы Кинга и группы «Винтаж» с клипом «Танцуй в последний раз» и Дима Билан с работой «Лови мои цветные сны» в этот раз набрали одинаковое количество показов в украинском телеэфире. И как следствие, третье место нашего чарта. А вот на второй строчке снова камбэк. Снова певица, снова хит номер один из тех времен, когда деревья были зелеными, солнце грело, а люди вокруг ходили в шортах. Замечательный фильм Резо Гигинишвили. Любовь с акцентом подарил нам хит «Ёлки хочу». Фильм давно прошел в прокате, на днях был выпущен DVD, конечно же, пираты забили торренты, и вот хит «Ёлки» снова взлетает вверх. Если это тенденция, то в украинском чарте скоро появится целая обойма хитов долгожителей. Пора задуматься о создании пенсионного фонда. Впрочем, обладатели первого места об этом думать пока рано. Новейший хит, который сразу рванул вверх, опережая конкурентов. Снова дуэт. Все-таки ничто так не объединяет артистов, как близость новогодней жатвы. Наверное, надо будет в скором времени посвятить отдельную программу с самым странным, контрастным и парадоксальным дуэтом современности. Вашему вниманию один из них. Тимати и Григорий Лепс. Да, два мира, два детства, но с одной географической любовью. Клип «Лондон». Первое место украинского видеочарта «Билборд». Да, друзья, да, на первом месте. Лондон, путешествие Тимати и Григория Лепса, что-то там вдвоем они делали, вот отсняли туристический репортаж, и мы его сейчас смотрели. Ну что ж, в завершении программы, дорогие друзья, рад уж мы говорили о премиях, телезрители нам не простят, если мы кого-нибудь да не выберем. Давайте представим, что у нас сейчас маленькая Грэмми вот прямо здесь, за этим столом. Ну, зачем Грэмми? Ну, вот условная, условная. М1 Грэмми. М1 Грэмми, да. Я предлагаю сейчас посмотреть на экран, на экране появятся фотографии персонажей, а вы, пожалуйста, скажите, за что, в какой номинации вы этому персонажу дали бы премию по итогам года? Он будет молчать, персонажи? Год заканчивается. А, фото, да? Да, это фото. Итак, пожалуйста, первое фото. За что можно было бы ему дать? Года? По итогам этого года, 12-го? Да, 12-го. За настойчивость я бы дал. За настойчивость. Потому что Ваня продолжает долбить своих зрителей песнями, которые мы спасли, кстати, в Романе недавно общались. Я считаю, что они достаточно однотипные, я бы даже сказал, однообразные. Но, если ты рассматриваешься в предложении одной песни, которая понравилась, то настойчивость. Иван Дорн, мистер настойчивость года. Я бы дал ему настойчивость года. Я бы ему, честно говоря, несколько премий дал. Во-первых, для меня, если за этот год он действительно исполнитель года, как бы то ни бери, он попал в тренд. И... Не люблю слово тренд. Он действительно очень популярный сейчас. Попал в ухо. А второе, что я бы сказал, он, наверное, я бы дал ему за то, что он впервые русский язык сделал фирменно звучавшим. Вот это, кстати, важно. Это очень важно. Потому что всегда русский, вот мы уже говорили неоднократно, любую английскую песню можно переложить на украинские слова и наоборот. Языки оба звучат по-фирменному. Русский все время звучит как эстрад. В английскую музыку он не очень скидывается. И тут вдруг, за счет некой какой-то ленивости произношения, вот его этим стилем, он сделал из русскоязычного репертуара, фирменный репертуар. То есть третья номинация за ленивость произношения. Ленивость произношения. Кстати, второй человек, первый был Майк Науменко в 80-х годах, который русский язык адаптировал для рок-н-ролла. И сыграть музыку, у него музыка, на самом деле, очень похожа на западную группу Nerd. Nerd. Да, очень-очень похожа, на самом деле. Чудесно. Значит, ты даешь ему за похожесть на Nerd. Не, ну, пусть будет на назойливость, может быть, да. За годом, застойчивость. Да, следующее фото, юбиляр, по-моему, в этом году, да? За юбилей? 10 лет. Не-не-не, ну, нет, он, как бы, как это... За выслугу в искусстве. Свиноматка номер один. Он самый плодовитый, на самом деле. С точки зрения того, что вот там у вас есть чарт смежных прав, royalty, да? Да-да-да. Вот я думаю, что он номер-ван. Павел, а вы за что? Это одно. Ну, смотрите, там тоже много номера. Ну, кстати, Константин Меладзе получил награду как лучший композитор за 20 лет у нас на церемонии юна. Ну, а если говорить за этот конкретный год, ну, он просто продолжает так же там качественно делать свой продукт, который он делает, ну, я бы сказал за стабильность. За стабильность. А ты за что бы дал ему? Я, наверное, согласен с Пашей по поводу того, что он лучший композитор, да, там, ну, в общем. Мне кажется, отец, отец именно... Отец виагры. Отец виагры. Ну, следующее фото. Нет, это... Вот этой красотке за что бы вы дали? Значит, как это? Точность года. Вот последние три песни ее, на мой взгляд, очень точные. Вот как мы говорили, что Ваня Дорн попал, ну, в ухо, да, вот она попала в ухо для меня однозначно. Я бы назвал ее женский альбом года. Из того, что я слышал, я слышал все альбомы, да, в этом альбоме у нее, ну, пять или даже шесть песен, которые я точно могу прислушивать постоянно. Ну, знаю. Качественная попса года. Качественная попса. КПГ. КПГ. Так называют. Я просто в этом году как раз, на самом деле, не сильно это... Я обращал внимание на елку, потому что вроде бы... Ну, что Новый год еще не скоро. Ну, смотри, может, там, Декольте года. Посмотри, обрати на нее внимание. Будет Декольте года, но мне, на самом деле, мне елка нравилась давно больше. Мальчик-красавчик, который был? Когда она была даже до мальчика-красавчика, когда-то потом город, там, чего-то там... Это уже никто не помнит. Да, это была очень хорошая песня, она была более такая... Я только Дед Мороз помню. Ну, следующее фото, пожалуйста. Так, вот этой красавице, на что будет дальше. Вера Брежнева года. Вот только 12-й год. Вот что она сделала? Вера Брежнева года. Согласимся. Это лучшая номера. Вера Брежнева года. Вера Брежнева года. Следующее фото. А вот ему. 12-й год для Андрея Шевченко. Политическое недоразумение года, простит меня Андрей, он сделал неправильную штуку, это его личная проблема. Контрастный душ года для меня. То есть человек настолько закончил играть после матча со Швецией, то есть он был, наверное, на пике любви к стране. Страны к нему таком, его так любили. И потом, спустя месяц, отключили горячую воду и пошла холодная, и такая мощная. Вау, что это? Мне кажется, будет УПС года. УПС года. Чудесная номинация. Кстати, Юна, возьмите на замену. Ну и еще одно фото. Вот, господин Кличко. Удар года. Удар года? Как ни крути, да. Замечательно, дорогие друзья. Теперь вы видите, как делаются премии. Вот практически мы, как в капле воды, вам показали любую номинацию, да, любое награждение, включая и ту самую достопамятную Грэмми. Огромное спасибо, что были с нами. Павел Шелько, вам подарки от нашего друга-партнера, от Мэрежи Виномаркетив с Поляна. Игорь Кондратюк, телепродюсер. И Вау, группа Хард Киса, которую вы долго в ближайшие годы будете слышать. Это Биллбор Чаршоу, увидимся. И несмотря на то, что этот момент преследует нас в каждой программе, знайте, мы каждый раз искренне грустим от того, что приходится прощаться с вами, да. И все Грэмми наших телевизионных симпатий принадлежит вам, дорогие телезрители. Мы постарались дать вам намного больше, чем чарты. Мы дали вам пищу для размышлений. Переваривайте. И, конечно же, разбирайтесь в музыке. Вы смотрели Биллбор Чаршоу. До скорого через неделю. Пока. Субтитры подогнал «Симон»